ура всем привет а вот и мы вы нас не ждали а мы приперлись как говорится нас долго не было уж извините что-то как-то замоталась я даже не могу понять чем я занималась а было так как пошли дожди плюс работа и тут меня потянуло в какой-то степени на кулинарию я взяла свои записи посмотрела что я моим готовила когда была на костылях 10 месяцев ну боже мой какие изыски и на этих изысках то что я своим детям готовила я и сама на на изыскалась до такой степени что пришлось срочно брать себя в руки и заниматься своим здоровьем вот но вспоминая прошлые рецепты думаю ну как бы чтобы вот как бы чтобы было и вкусно и в то же время но не тривиально не об не так обыденно как всегда вот придумала попробовала сделала вспомнила рецепт капустного пирога вот этот вот потом пиццу я делала из лаваша я об этом расскажу а может быть когда-нибудь мы сподобимся мы все планируем все вам обещаем саше и все никак не можем какие-то вам дать подсказки рецептики по вкусноте но к сожалению жизнь такая что она диктует свои условия когда один выходной ты не знаешь за что хвататься вот плюс еще у нас сейчас проблема стоит нам надо поменять машину вот сегодня мы ездили саше на фирму узнавали что и как как стоит сколько наша машина стоит чтобы поменять ее потому что ну транспортом не тяжеловато я не могу сама доехать это довольно далеко двадцать пять километров от места где мы живем на работу да и два транспорта автобус и потом маршрут маршрутка ну сами знаете как маршрутки у нас гоняют и как они едут конечно с протезированной ногой как-то не шибко хочется вот и поэтому как-то и все дни как-то заняты и смотришь утро вечер утро вечер утро вечер этот день окно пищевое заканчивается очень быстро нарушать я не нарушаю практически никаких вы знаете настолько отвыкла от сладости сейчас меня не тянет ну хочется скажем вот какой-то зефирчик схомячить это хочется но так чтобы пойти и купить все втихаря до от моих у нас там кондитерская очень хорошая на работе в торговом центре пойти и схомячить какое-то пирожное нет 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 мои друзья не хожу не хожу но к сожалению вес встал может быть на нервной почве может быть по какой-то другой причине застопорилось все весь обмен веществ и никак пока не могу его разогнать хотя кардиолог уже мне написал милдернат 500 миллиграмм чтобы все функционировало в таком усиленном режиме тем не менее у меня что-то все стоит и вообще никуда не хочет двигаться но мне подсказка все время на телефоне говорить не отчаивайтесь продолжайте продолжайте и я когда вижу эту подсказку у меня сразу настроение улучшает я продолжаю скажите про наши вчерашние разборки про низкокалорийную пиццу а тут моей но вот я вам говорила что думаю ну что же придумать такое чтобы и не было там много жира много каких-то масел таких и все да и мы начали спорить я дочке своей говорю ну вот пицца например я делаю пиццу из лаваша из остатков продуктов какие у вас есть в доме а в доме всегда найдется кусочек сыра кусочек какой-то колбаски кусочек мяса кетчуп ну лаваш надо купить конечно дома не у всех есть лаваш и вот она меня как подняла на смех что ты неправильно говоришь что пицца это калорийный продукт и все но если разбить на калории в пиццу входят в мою пиццу 3 яйца лаваш который делается вода вода соль и и мука 1 помидоры и грамм 50 колбаски или мясо и грамм 50 тертого сыра если разбить это по калоражу но вся пицца конечно будет достаточно много калорий но порция которую вы съедаете ну грамм 100 я не думаю что это больше 200 калорий было а сейчас я вам кратенько расскажу чтобы вы может быть пока мы там сподобимся сделать отдельное видео по питанию собрать наши рецепты которые мы придумали для своей еды чтобы ее разнообразить я картинка вам расскажу берете три яйца взбиваете их вилочкой с солью и с молотым перцем на сковороду наливаете немного растительного масла дальше режете лаваш берете его если это лаваш полотно или овал скажем вот такой да вы его скручиваете трубочкой и режете соломкой как будто вот вы делаете лапшу потом всю эту лапшу из лаваша вы кладете на дно сковороды прижимаете сверху на него кладете порезанные помидоры в произвольном порядке кубиками кружочками количество какое хотите если есть у вас дома соленый или маринованный огурчик можете туда добавить кто любит запеченный скажем почти прожаренный лук пожалуйста можете туда накидать лук саша у нас лук такой не есть мы не кладем вот сверху кладете колбаску тоже кубиками кружками или полосочками я как когда делаю грамм 50 грамм 100 не больше больше не надо не вместиться потом это все посыпаете поливаете можно полить немножко кетчупом обозначить да и сверху посыпаете сыром нет сначала перед тем как посыпать сыром это заливаете половиной того яйца которое у вас сбита на сковороду кладете значит масло потом половину сбитых этих яиц вилкой сбитых просто смешанных до половиночку из трех яиц потом кладете туда эту лапшу из лаваша потом помидоры потом колбаску потом опять вторую половину этого как его яйца еще в промежутке там слоем можно положить и те же оливки и огурчик маринованные или в общем все что дома есть и сверху уже на залитую яйцом эту пиццу посыпаете сыром это все делается на сковороде эту сковороду вы ставите на маленький огонь на медленное приготовление и сверху накрываете крышкой минут за 10 она готова а потом режете на порции я режу сковорода обычно у меня не самая маленькая 20 какая там самая маленькая идет 20 сантиметров следующая 24 вот 24 диаметр я делаю снимаете со сковороды ставите на стол чуть-чуть подостынет и ножом режете пополам потом на четверть четвертые части и эти четвертые части по секторам еще пополам но то обычно из этой пиццы я съедаю один такой кусок от четвертой части до получается 25 часть 4 не 4 2 2 1 половина но где-то 100 грамм не больше ну сколько там калорийность если посчитать все мне просто лень это будет где-то 150 200 калорий вот мы вчера такую дискуссию вели но для разнообразия это делать можно саша свидетель это вкусно он кушает эту спину эту пиццу скажи и нельзя сказать что она жирная вот остатки у вас которые есть дома продуктов пожалуйста вы можете все их использовать это шикарно вот такие розы у нас да я сижу в розовом цветнике забыла сказать нет это не громко это так и есть цветник красная желтая там оранжевые те что онаkä firmware может помогать точке и признать можете Продолжение следует... 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 Женщина ваша односельчащая из Ишима, привет Ишиму, моя родина. Короче, всем привет, пока, удачи. Удачи.